Увидеть своими глазами, на что пошли 30 миллионов рублей, пригласили Владимира Быкова и журналистов. Здесь цех профилактории, объяснил директор транспортного предприятия Сергей Шулаев. Именно здесь доводят до ума купленные троллейбусы. У него недостает только колеса, поставленные на временные, так называемые технологические мосты. И тягового двигателя снизу нет. Все остальное это полностью готовый в сборе троллейбус. Кузов новый, из Башкирии. Колеса и двигатель старые, из Кирова. Бывшие в употреблении двигатели капитально ремонтируют и ставят на новые троллейбусы. И у директора Сергея Николаевича на это две причины. Во-первых, рабочим есть чем заняться, предприятие не простаивает. А во-вторых, такой конструктор дешевле. Вместо четырех за него заплатили 3 миллиона. Экономия налицо. А в том, что троллейбус стоит этих денег, Сергей Шулаев не сомневается. Здесь кузов, корпус троллейбуса получил утепление. Здесь, значит, в салоне, ну, для водителя очень удобно. Здесь только нет кондиционера пока. Ну, я думаю, что это дело наживное. Комфорт новых троллейбусов жители нашего города уже смогли оценить. Один из них уже неделю ездит по третьему маршруту. Всего новых троллейбусов 10, а троллейбусных маршрутов в городе 8. Так что в среднем на один маршрут по одному троллейбусу. Во время пробной поездки чиновники рассказали, чем еще можно гордиться. Антивандальные сидения, обогрев салона, зимой пассажиры не замерзнут и звукоизоляция. А еще остановки здесь будет объявлять не водитель, а спутниковая система навигации. Водителя Александра Михеева это особенно радует. Не надо возиться с микрофоном. Да и в остальном новым троллейбусом доволен. Управление удобно очень. Сидение удобно. Кулевое очень легко. Александр выйдет на маршрут уже сегодня, сразу после общения с журналистами. И это будет вторая новая машина на третьем маршруте. Остальные 8 троллейбусов будут на улицах в ближайшие несколько месяцев, когда на них поставят двигатели и колеса. Юлия Афанасьева, Александр Суслов, Бюро новостей Дайвича.